Жители центрального района Саиногорска возмущены строительством гаражного комплекса под окнами их домов. Люди говорят, пустырь на перекрестке улиц Пионерская и Ивана Ирыгина по генплану был отведен под застройку жилыми многоэтажками. А теперь тут хоть и элитные, но гаражи. Сейчас здесь настроены боксы для грузовых автомобилей, построены магазины, построены мастерские. Здесь обезображен вид вот этими линиями электропередач каждому. В здравом смысле, в здоровом состоянии, никакой решающий орган не должен допустить никаким образом. Жильцы боятся, что их тихий район превратится в промзону, но больше всего их раздражает отдельно стоящий гараж, выезд из которого спроектирован прямо в их двор. Вязы вдоль бордюра хозяину бокса уже удалось срубить по-тихому, а вот вывернуть сам бордюрный камень ему не дали. Какой тут выезд? Кроме того, мы этот выезд и не разрешим, с какой стати я должен 20 метров своей территории отдавать под то, что какой-то не очень дальнозоркий, дальноумный, или как даже назвать, человек разрешил тут строить. По словам членов инициативной группы, никуда уже только не писали, но все напрасно, городские власти их не слышат. Наша съемочная группа дозвонилась до департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости Саиногорска. Там нам сказали, что все постройки и выезды к домам законны и нарушают никаких норм и утверждены задолго до начала застройки территории. Почвы для возмущения и тем более битвы за придомовую территорию у граждан быть не должно. Я не понимаю, почему там должны возникнуть военные действия, просто, видимо, граждане у нас настолько неравнодушны, что каждый считает, что если это придомовая территория, то он понес туда затраты на обустройство данной территории. Я слышал даже моменты, что типа эти бордюры мы покупали за свои деньги, но я не видел ни одной накладной на это дело. Исполняющий обязанности главы градостроительного департамента добавил, злополучному выезду из гаража на придомовую территорию быть, так как она, эта территория, предназначена для неограниченного круголица, значит и для владельца гаража тоже. Это наша земля, и мы будем за нее биться. Обе стороны настроены решительно. Удастся ли достичь компромисса в этом споре, покажет время.